Сотрудники полиции пресекли незаконную торговлю крепкими напитками в магазине «Живое пиво». В отличие от пива и слабоалкогольных коктейлей, для реализации крепких алкогольных напитков необходимо наличие специальной лицензии и сертификата, которого у владельца магазина не было. Решив дополнительно подзаработать, женщина организовала торговлю на разлив не только пивом, но и водкой. На продавщицу был составлен административный протокол и проводится расследование. По сводке МЧС, за прошедшие сутки 16 раз спасателям пришлось выезжать на тушение огня. В Глазуновском районе произошло возгорание административного здания. Огнем уничтожена крыша, здание выгорело изнутри. Пострадавших нет. На трассе Глазуновка-Трасна произошло возгорание автомобиля «Газель», выгорела кабина и моторный отсек. Никто не пострадал. Предполагаемая причина – нарушение в системе газового оборудования. От огня пострадал и коровник в деревне Малая Куликовка. Причину и размер ущерба устанавливают. Благодаря оперативной ликвидации возгорания ни коровы, ни люди не пострадали. В Орловской области уменьшилось количество супружеских пар и увеличились разводы. По данным последней переписи населения, число супружеских пар составило 188 тысяч против 207 тысяч в 2002 году. Доля разведенных официально и разошедшихся увеличилась с 9,4% в 2002 году до 10% в 2010 году. По данным переписи населения, средний возраст жителей Орловской области увеличился и составил 41 год. Для сравнения, в 2002 году он составлял 39 лет. Кроме того, впервые получены данные о владении глухонемыми и слабослышащими русским жестовым языком. Им владеют чуть более тысячи жителей Орловской области.